Зайти может любой сейлер, но мы ставим верхнюю планку по цене. Мы не отправляем короб со склада до тех пор, пока у нас не накопится количество заказов, кратное вложению. Я бы, конечно, не рекомендовала ставить большие кванты, но иначе накопление рискует быть долгим. Например, что это может быть? Ну, айфоны, конечно, так продавать сложновато, да? Ну, хотя ладно, айфон может и можно. Мы были готовы ждать эти дешевые товары. Озон прямо сейчас объявил о новом тарифе, который называется эконом. И это все связано с тем, что все чаще и чаще приходят претензии в сторону Озон, что все очень дорого. Да, это правда. И они решили сделать новый тариф, который для товаров до 500 рублей с минимальной логистикой. И чтобы я вам не рассказывала о нем, у меня есть специально приглашенный спикер от Озон, который подробно сейчас все и расскажет. Вика, привет! Привет! В первую очередь хочу, чтобы ты рассказала немножечко о себе, чтобы все, кто смотрит, понимали, почему именно ты рассказываешь про эту новость. Меня зовут Виктория Откишкина. В Озоне я отвечаю за наше новое направление. Это бизнес-эконом, который позволит продавать в онлайне дешевые товары. Отлично! Вот как раз про бизнес-эконом. Но мне это чем-то напомнило такси в целом. Там тоже есть такие тарифы. Эконом? Да. Так вот, расскажи, пожалуйста, кратко про новый тариф. В чем его суть? Сейчас в онлайне продавать дешевые товары очень невыгодно. На самом деле невыгодно никому, ни продавцам, ни самой площадке. Площадка выставляет высокие комиссии на эти товары. Но не пнушно, она жадная. Потому что действительно в процессе обработки товара нам приходится платить достаточно большую сумму денег. Ну, как большую. Я говорила про это. 86 рублей, как ни крусти, за продажу 100-рублевого товара мы возьмем с продавца, потому что столько стоит обработать его. То есть мы не зарабатываем ничего. Ну и в результате этих товаров вообще на площадке нет. Либо они дорогие, стоят неадекватно. При этом это очень большой рынок. Если особенно говорить про FMCG рынок, это порядка 77% продаж товара до 200 рублей. То есть это такой хороший кусок рынка, который сейчас продавцам маркетплейса недоступен. Мы долго очень думали, как решить это уравнение. И вот сложилась схема тарифа эконом. Хорошо, давай начнем про него. Есть ли какие-то ограничения для селлеров по входу, вот в этот тариф, так называемый? Зайти может любой селлер, но мы ставим верхнюю планку по цене. Это товары до 500 рублей. Этот тариф доступен только таким товарам. Ну и, честно говоря, выше. Эту экономию, которую мы даем на логистике, она будет не сильно, на самом деле, заметна на дорогих товарах. Поэтому до 500 рублей. Селлеры любые могут быть. А почему такая возможность снижения логистики происходит? Дело в том, что мы меняем операции на своей стороне. Суть заключается в том, что мы перестаем обрабатывать штуки и начинаем обрабатывать короба. Ну, то есть, мы не отправляем короб со склада до тех пор, пока у нас не накопится количество заказов, кратное вложению товаров в этот короб. Ну, то есть, например, я приведила пример мыла. Есть упаковка мыла 6 штук. 6 людей заказали это мыло. И мы только тогда отправили этот товар со склада. Да, это новый опыт покупки для покупателей, извините. Но ввиду того, что это частотные популярные товары, мы ожидаем, что накопление вот этих вот коробок, мы их называем квантными, должно быть супербыстрым и не должно превышать нескольких дней. В идеале мы вообще должны стремиться к тому, что опыт для покупателей не должен отличаться от обычной покупки. А вот как раз по поводу количества. Будет привязано как-то к количеству? Как будет формироваться вот этот квант? Вот ты привела, например, 6 штук мыла, а вот с другими товарами. Квант формирует сам продавец. Да, соответственно, мы полагаем, что если продавец-производитель, то, скорее всего, квант – это производственный короб, то, что выходит с конвейера. Если это все остальные продавцы, например, которые торгуют товарами из Китая и так далее, они вообще вольны сами на своей стороне формировать квант. Квант – это упаковка от 2 штук. Вот, то есть 2 плюс. Дальше, пожалуйста, какое угодно количество. Я бы, конечно, не рекомендовала ставить большие кванты, больше 30 штук, потому что, иначе накопление рискует быть долгим. А так, в среднем, мы смотрели, в среднем те производственные короба, которые у нас есть, это 6-12 штук. То есть я сама буду определять вот это количество. Да, можно. И получается, единственный минус – это сроки доставки. Ну, я бы не сказала, что это минус. Мы не знаем, какие будут сроки доставки, но, да, очевидно, придется подождать чуть больше, пока накопится этот квант. Но, опять же, здесь все зависит от того, какой этот товар и почему этот квант долго копится. Он может долго копиться по 3 причинам, на самом деле. Первое – у продавца большой квант, слишком большое вложение. Например, нужно подождать, пока накопится 100 упаковок резинок. Вот. Дальше – это может быть, на самом деле, необорачиваемый товар. Например, что это может быть? Ну, айфоны, конечно, так продавать сложновато, да? Потому что, ну, хотя ладно, айфоны, может, и можно. Частотная покупка. Нельзя, айфоны дорогие. До 500 рублей будет. Ну, в общем, сам товар может быть не очень сильно оборачиваемый. Третий – он может быть по неадекватной цене. То есть, по сути, причина 3. Играя тремя вот этими компонентами, можно добиться нормальной скорости и нормальной оборачиваемости. Вот, кстати, по поводу этого тарифа. Я ведь могу параллельно к основному тарифу, который у меня есть, там, по ФБУ, да, продавать на нем? Да. То есть, безусловно, можно один и тот же товар, если уж мы говорим про мыло, одно и то же мыло продавать и штучно, и в кванте. Но только зачем, если, ну, то есть, тут нужно поиграть с ценой, да? Мы ожидаем, что штучные товары будут дороже, квантованные товары дешевле, потому что мы даем экономию в комиссию, ожидаем, что продавцы эту экономию приложат в цены. Иначе кван просто накапливаться не будет. Ну, то есть, это такое движение, движение с двух сторон. Я понимаю, что подумала сейчас, что это очень выгодно для продавцов, у которых часто покупают вопт. Вот у меня, например, периодически, там, не знаю, вот я продаю товары, домашний текстиль, там, салфетки, конверты. И мне очень часто рестораны покупают через вазон. То есть, они берут сразу 30 штук. Да, это супер будет. 30 наборов. То есть, вот я только пока думаю, как же это так совместить, потому что есть те, кто и в розницу покупает, чтобы их не потерять, но при этом, допустим, чтобы сделать выгоднее для оптовых. У нас будет такая опция, которая называется выкуп кванта целиком. То есть, один и тот же товар можно... Ну, ты, как покупатель, ты хочешь, покупай штуками, да, и участвуй в накоплении, а можешь выкупить квант целиком. И если вы выкупаете квант целиком, у нас там есть небольшая экономия на операциях, потому что нам не нужно рассортировать поштучно до ПВЗ. Соответственно, нам не нужно тратить на это людской ресурс. Мы эту экономию сможем точно так же перевыставить в цену. Я поняла. Тогда, в принципе, мне сейчас надо посмотреть и разобраться. Обязательно. Потому что, в целом, вот именно с моей точки зрения, как опт, это интересно, потому что я буду экономить. Но вот если не рассматривать тех, кто покупает оптом, а вот людей, которые берут, допустим, по порядку, понятное дело, что есть высокая вероятность, что доставка у них будет дольше. Есть. Не будет ли это хуже, потому что сейчас же все борются за сроки доставки? Ну, давайте вспомним, вот реально, вот, не знаю, пример моего мужа. Он до сих пор заказывает китайские товары на известной площадке, которая возит китайские товары, штопор за 150 рублей. Ждет месяц этот штопор за 150 рублей, а потом удивляется, когда находит на озоне такой же штопор за 150 рублей, но с доставкой завтра. Я к чему? Я к тому, что мы были готовы ждать эти дешевые товары. Если это товары повседневного спроса, то тут, конечно, вопрос. Я не готова ждать мыла 5 дней. Мне нужно мыться сейчас. Но, опять же, мы думаем, что повседневный спрос будет накапливаться быстро, а товары, которые, там, не знаю, например, салфетки, хаус-холд товары, там люди будут готовы ждать, потому что они это уже делали. Посмотрим. Все будет зависеть от, опять же, от трех вещей. От цены, от самого товара и от вложения в короб ваш кван. То есть заранее сроки доставки не будут известны. И, опять же, про доставку. Ведь на ранжирование в ЦЕРУ сроки доставки же влияют. Вот здесь как это будет рассчитываться? Во-первых, у нас будет статистика по накоплению и статистика продаж. Соответственно, это будет учитываться. Во-вторых, для того, чтобы начать продавать экономный товар, нужно будет завести новую карточку. Но эта карточка будет привязана к основной карточке. Соответственно, все эти регалии, которые уже есть в основной карточке, они автоматически перейдут и будут поднимать карточку вверх. И если начнет активно качаться квантованная карточка, то она, соответственно, будет тянуть за собой штучную или наоборот. То есть здесь, мы, правда, подумали, здесь не должно ничего потеряться. А если будут те, кто прямо, не знаю, вот только зашли, и вот они только на тариф эконом, у них все дешево, и они решили, ну, вот пойдем так. Ну, тогда эта карточка будет получать все те привилегии, которые есть у нашей новой карточки, у новинки. Мы же их подгоняем какое-то время. Ну, и на самом деле, если это хороший товар по хорошей цене, я прямо не устану это говорить, она очень быстро выведется в топ. Ну, да, да, да. Здесь все зависит от того, насколько у... Если производитель, насколько ему это будет выгодно. Если будет выгодно, я думаю, очень многие будут пользоваться. Потому что дешевых товаров очень много. И на самом деле, это проблема с точки зрения расходов на Marketplace. И в этом плане, может быть, все изменится. Мы очень надеемся. Спасибо большое. Спасибо. Ждем ваши товары. Да. Субтитры сделал DimaTorzok